рассмотрим сегодня такую плату как open 16 f 87 7 а вот так вот эта плата выглядит если верить тому что здесь написано то работает она скам с микроконтроллерами 16 800 7 7 а и 18 4520 то есть можно в принципе вот этот микроконтроллер менять меняется он довольно легко посадочное место здесь хорош что из вынули микроконтроллер вставили защелкнули все питается он от 5 вольт то есть не сложно найти для него источник питания нужен будет также программатор но в данном случае хороший программатор pick kit 3 то есть он может выступать и как отладчик то есть отладочное средство вот всего нужно будет подключить когда мы будем программировать программировать в каком смысле мы посмотрим как вообще прошивается такое устройство то есть мы не будем рассматривать какой-то код на сэмблере носи пока что мы смотрим что это вообще заплата как с ней работать ну вот допустим для нее есть различные датчики различные устройства например lcd экран чтобы с ним работать но желательно конечно прочитать вообще документацию что пишут про этот комплект и примеры есть но он допустим работа с датчиком температуры и вот пример собственно с этим lcd то есть таким тачскрином в комплекте идет идут примеры программного кода программа примеры в общем-то файлов для прошивки которые создаются из кода и так далее ну надо конечно посмотреть что нужно сделать для использования этого тачскрина но написано что вот соедините вот этот touch lcd соответствующим интерфейсом причем тут все нам показывают где это находится ну вот он в общем этот интерфейс есть пометки как правильно его подключать ну собственно тут даже физически его неправильно подключить очень трудно то есть ну понятно что только в эту сторону иначе он упрется микроконтроллер вот мы его подсоединили единственном что еще тут нужно сделать ну понятно включите и запрограммируйте но в чем программировать ну допустим вот в таком прекрасном средстве как mp lab x айди загрузим вот тут есть возможность сделать импорт то есть загрузим hex проект на загружать не будем я подготовил уже hex файл с ними будем работать то есть вот выбираем его где он находится вот он touch hex нужно обязательно указать какой микроконтроллер у нас будет использован но в данном случае мы знаем что у нас на плате стоит именно вот такой то есть мы и тут это прочитать можем и выбираем средства а так у меня программатор не виден я его не подключил так сейчас подключу загорелся видимо все с ним нормально сейчас посмотрим появился вот так ну допустим нам надо будет ой нет так это нам не пойдет давайте заново сделаем файл так импорт hex сейчас подождем выберем еще раз и посмотрим появился вот он у нас появился даже серийным номером а не забываем выбирать правильный микроконтроллер на кстати выбрал правильный микроконтроллер и опять он меня просит выбрать вот этот самый hardware tool с помощью чего мы будем программировать кстати вот он подключен к специальному входу тут подписано айси спи ну то есть инсеки систем программинг так выбираем next тут все по умолчанию финиш и сейчас у нас должен быть создан какой-никакой проект вот есть у нас некоторый проект говорит какой у нас девайс и какую-то служебную информацию нам приводит об этом устройстве так что нам нужно дальше сделать ну давайте включим саму плату выберем продакшн и программ девайс есть фору дебагин но мы отложить не собираемся мы сделаем фору продакшн и так ну ладно запустили то есть сейчас вот идет так предупреждение ну тут нас предупреждают что вы аккуратно там все подключаете выбираете правильный источник питания потому что там на 5 вольт на 3 3 вольт в некоторых случаях нужно на самой плате выбрать соответствующий переключатель но на самом деле вот то что здесь нам говорят нам об этом пока волноваться не стоит потому что за нас уже здесь все продумано тут тут вся обвязка есть все нам особо беспокоиться не стоит то есть убираем ok и ждем ждем то есть вот тут нам сказали что все вроде бы detected found it erased все что было стерто и сейчас насколько я понимаю идет программирование в принципе можно это понять по индикатором сейчас идет загрузка или прошивка микроконтроллера идея ну вот кстати программом verify complete то есть все нормально теперь что нам нужно будет сделать ну не знаю попробуем перезагрузить или заново включить выключить жалко что тут экран сразу не работает ну давайте нормально выключим и нормально включим к сожалению ничего не происходит не происходит потому что непонятно так в принципе интересно ну давайте заново выключим вытащим сейчас вытащим так все нормально ничего не повредилось переключатель вроде у нас но тут по-моему 33 вольт что 5 вольт это вообще на другое джемпер джемпер использовался такая вот перемычка ну в примере насколько я помню нам ничего не говорили про какие-то дополнительные настройки то есть нужно только соединить включить прошить и все должно работать может быть с ним что-то приключилось что-то сломалось ну не знаю давайте еще раз попробуем подключить так все у нас тут вот кому-то включаем включаем и ничего не происходит ну давайте еще раз попробуем прошить может быть конечно что-то не получилось так сейчас продакшен где у нас программ девайс фору продакшен ну подождем что он тут у нас пишет то есть идет что-то происходит ну можно пока поговорить о том что в комплект идут различного такие вот ну можно сказать датчик но есть отдельно датчик температуры он сюда подключается это стандартный датчик выглядит он стандартно вот так вот похож чем-то на транзистор но на самом деле это датчик температуры вот он сюда вот так подключается и можно с ним как-то работать также вот есть у нас такая вот интересная клавиатурка на 16 кнопок кстати вообще говоря с ним с этим комплектом идет еще отдельно пульт то есть вот он такой вот пульт приемник для этого пульта инфракрасный еще некоторые кнопочки плюс какие-то дополнительные интересные такие мини платочки для работы с микро и с микро и сдида допустим есть можно подключать куда-то надо смотреть куда и работать есть также отдельные приема передатчики то есть если бы у нас допустим было два устройства мы могли бы их соединить и как-то с этим всем делом работать ну вот смотрю я что у нас по тем или иным причинам что-то не работает то есть вот прошивка вроде прошла ну не знаю давайте попробуем программатор отключить включить а ну вот тут бывает иногда такое что вот включили у нас стал работать LCD вот этот тачскрин экран по идее что-то можно вот проводить я вот пальцем черчу и вот идут какие-то каракули тут мне ярко но вот думаю видно жалко что нельзя прям наследить ну вот черкать даже пальцем можно то есть вот такой вот интересный пример работы ну в общем то суть я изложил то есть что это вообще такое ну единственно давайте сейчас еще отключу и посмотрим чисто на саму плату вытащу я LCD экран то есть вот поближе как это все выглядит кстати давайте наверно еще я открою кое-что интересное полезное почему-то у меня закрыта то есть вот документации есть информация о том как и что с чем соединено то есть замечательно можно так вот изучить что где найти на плате хотя на плате вот все расписано как я уже как-то говорил в одном видео что чем хорошо вот такие атлантичные комплекты что по ним можно самому научиться вот всем вот этим вот схемотехническим моментом то есть если никогда с этим не работали можете по примеру смотреть как что подключено как какие резисторы каких каких номиналов ну и конечно желательно не глупо копировать а немного разобраться почему именно таких номиналов иногда бывают некоторые косяки вот в подборе этих самых номиналов и в принципе при желании можно это все улучшить то есть когда создаете свои схемотехнические решения вы уже будете понимать где какие недостатки и что на что можно заменить вот ну помимо микроконтроллера у нас естественно есть еще вывод всех его пинов различным входом выходом то есть нам вот эти моменты тоже не нужно о них переживать у нас уже все есть то есть хотим мы допустим работать ну не знаю вот с сегментными индикаторами мы берем подключаем их и сразу же мы видим куда и что у нас подключено то есть тут вся информация есть там rb0 rb1 то есть какой-то порт микроконтроллера есть порты какие-то битные но в данном случае там вот восьми битные и кстати у нас тут есть 1 2 то есть вот каким пином а подключены вот эти вот выводы вот такой платы с семисементными индикаторами вот с тем мы и работаем то есть это нам нужно когда мы будем писать программный код то есть на что-то нам нужно будет выводить сигналы и мы знаем куда это собственно делать ну естественно если мы работаем допустим с кнопками тоже мы подключаем туда даже есть информация о том что вот 8 input output 8 кнопок входов выхода тут кстати тоже надо аккуратно подключать тут на самом деле ножик то насколько раз два три 4 5 6 7 8 9 а входов тут 10 и нужно аккуратно смотреть куда что подключать тут у нас тут же оно должно идти в ground то есть к земле подключена ну это все в документации есть в примерах программного кода тоже вот я вам показывал страничку вики где идет обсуждаются примеры для прошивки тут вся информация об этом есть где-то что-то прям красным цветом помечено что gpin должен идти вот в земле допустим то есть вот для изучения схемотехники изучения работы вот с такими микроконтроллерами сама то то есть прежде чем даже вот приступать к программному коду к изучению программирования там чистом ассемблере веноси можно вот поиграться с уже готовыми hex файлами ну hex файл это обычный текстовый файл которым шестнадцатеричном ну грубо говоря какими-то символами записана программа и когда мы вот работаем пмп лап вот комп и лап x мы здесь собственно когда выбираем этот x файл она за нас берет и переводит его в машинный код ну вот вкратце я сказал